Форт, построенный из камня близ французского побережья, долгое время пребывал в запустении, медленно разрушался. История происхождения крепости Форт Боярд долгая и неудачная. Строение так никогда и не использовалось по назначению. Спасением для постройки стало то, что ее выбрали местом проведения одноименной игры, которую смотрят во многих странах. Сегодня старинный форт – это архитектурный памятник Франции. Правильное название каменного сооружения – Форт Боярд. Точно сказать, кто создал крепость, невозможно. Ведь строилась она с большим трудом в период с 1801 до 1857 года. То есть она была одним из самых больших долгостроев во Франции прошлых веков. Никто бы и не узнал об этом печальном сооружении, которое оказалось никому не нужным. Если бы в 90-е не появилось одноименное приключенческое шоу. Крепость представляет собой морское прикрытие порта Рошфор, что находится на Атлантическом французском берегу в департаменте Шарант-Марантим. Постройка возвышается над проливом Антьёж, зажавшись между островами Алирон и Ильдекс. Акватория характеризуется капризными погодными условиями. Зимой отмечаются штормы, поднимающие волны до высоты 20 метров. Поэтому весной французским властям приходится тратить финансы на восстановление форта после зимней непогоды. И поэтому снимать шоу в крепости разрешено с середины весны до конца лета, пока нет штормов. Путешествие к форту возможно только на катере или другом морском судне. Катера для туристических прогулок отплывают с каждого портового прибрежного города. Форт на Отмели-Боярд – один из самых впечатляющих долгостроев, история появления которого растянулась аж на два века. Надобность возведения морской крепости возникла еще в XVII веке. Финансовые чиновники Людовика XIV в 1666 году предложили соорудить верфь для строительства военного флота. Верфь заняла устье Шаранты. Эту реку до XIX века активно использовали для грузовых перевозок с берега Атлантики. Из-за особенностей местности верфь Рошфора была открыта для нападения врага со стороны моря. А основным врагом Франции в то время была Англия, поэтому решено было соорудить форт в проливе Антьёж, с которым соединяется устье Шаранты. Местом постройки выбрали Отмель-Бояр. С самого начала судьба форта складывалась печально. Это мощное, сложно сконструированное сооружение стояло заброшенное. Постепенно разрушалось, пока его не купил на аукционе в 1961 году дантист Эрин Аэрт. Но новый владелец не имел ни финансов, ни желания возиться со старинной крепостью. Тогда он в 80-е продал ее продюсеру Жаку Антуану. Жак Антуан влюбился в величественное здание, хоть оно и имело плачевный вид. Продюсер сразу понял, что форт Боярд идеальный для того, чтобы устроить там приключенческое шоу. Так французский продюсер вдохнул новую жизнь в крепость. Шоу получилось невероятно успешным. При просмотре телепередачи кажется, что крепость создана именно для шоу. Что все эти века она просто ждала своего часа. А началась история появления форта на Отмеле-Боярд с того, что французский маршал Себастьян Лепретер-Довобан, служивший при Людовике XIV, отклонил проект строительства крепостей на Отмеле, поскольку понимал, насколько это сложно при тогдашнем инженерном уровне. О строительстве форта снова заговорили в 1763 году, когда правил Людовик XVI. Тогда англичане умудрились дважды высадиться на острове Экс, серьезно испугав французов. Но инженерный проект снова забросили. Третий раз о строительстве на Отмеле-Боярд заговорили в начале XIX века, когда инженерные достижения уже позволяли сооружать массивные постройки на сложной местности. Да и англичане демонстрировали мощь на море. Разбили французов в 1805 году. В Трафальгарской битве проект форта разработали в 1801 году. Наполеон I утвердил его в 1803. Строить крепость Боярд начали в 1804 году. Для укрепления основания использовали каменную насыпь, камни для которой доставляли на Отмель. Дожидаясь отлива и благоприятной погоды, Спустя три года тяжелой работы выяснилось, что каменная основа погружается в песчаную почву Отмели, а зимние штормы 1807 года разрушили два пласта каменной насыпи. В 1809 году решено было уменьшить площадь форта, чтобы его строительство обошлось дешевле. Но постоянные войны настолько подкосили французскую экономику, что стройку вообще забросили. Строительство злочастного форта продолжилось в 1840 году, когда французы снова стали воевать с англичанами. Каменное основание уже перестало погружаться по естественным причинам. Инженерные возможности улучшились. У строителей появились цемент и известь, благодаря чему блоки из камня делали прямо на месте. Фундамент завершили в 1848 году, Цохоль в 1852 году, первый этаж в 1854 году, а второй в 1857 году. Полностью строительство завершилось только в 1866 году. Здание в длину составляет 68 метров, в ширину 31 метр, наибольшая высота 20 метров, внутренняя площадка составляет 1000 метров, гарнизон включал 250 человек, орудий было 30 штук, хотя теоретически вмещало 74 штуки. Цохоль занимали склады, помещения для боеприпасов и пороха, кухня, гауптвахта, клозет. На верхних этажах находились жилые помещения. Вот вроде бы форт Боярд был построен, только он уже не был нужен. Пока существовал долгострой, появились дальнобольные орудия, способные выпускать заряды на всю дистанцию пролива Антьёж. То есть воевать стало возможно с батареей, находящихся на берегу. Крепость Боярд ни разу не участвовала в военных действиях. В период с 1870 по 1872 год там находилась тюрьма, а в 1913 году форт утратил статус военного сооружения. После ликвидации тюрьмы крепость Боярд постепенно разрушалась от времени и действий мародёров, а почти добита была в годы войны. Для немецких войск форт стал отличной мишенью для учебных стрельб. В результате были уничтожены волнорезы, причал, сильно пострадали стены. В 1950 году крепость Боярд внесли в перечень исторических памятников Франции. Это стало для неё спасением. Форт кое-как подновляли, спасали от разрушения. При взгляде сверху форт имеет овальную форму. Он разделён на три этажа. Внутри находится открытая площадка, этажи галерейного типа, длинные коридоры заканчиваются небольшими комнатами. Эти комнаты сейчас стали местами расположения оборудования для телешоу. А сокровищница, которую зритель видит в конце игры, находится на первом этаже, как и клетки для тигров. На горизонтальной крыше находится вертолётная площадка и терраса. Обзорная башня не пустует. Там теперь обиталище персонажа Шоу, старца Фура. К фасадной стене примыкает причал, от которого к строению идёт металлическая дорожка. Миф о том, что в крепости Боярд хранятся огромные сокровища, стал распространяться после популяризации Шоу. Форт в глазах зрителя превратился в волшебное таинственное место. В действительности же никаких сокровищ в крепости никогда и не было. Ведь она изначально замышлялась как военный объект, а не как место хранения государственных и частных средств. Миф о сокровищах Форта возникли с подачи продюсеров. Последние испытания игроков проходят в сокровищнице, где на них буквально сыплятся золотые монеты. В действительности это сокровищница, элемент декорации, установленной специально для игры. Она даже не металлическая, а пластиковая. Просто окрашена под металл. Телешоу Форт Боярд существует более 30 лет, остаётся неизменно популярным. Участники игры демонстрируют силу, ловкость, интеллект и другие навыки. Происходит это всё в мрачных и таинственных стенах крепости. Зрителей привлекает исторический дух телешоу. Первую серию шоу, которая во Франции изначально называлась «Ключи от Форта Боярд», показали 7 июля 1990 года. В самом скором времени появилась национальная версия проекта. В 1991 году шоу обрело нынешнее название. Жак Антуан, тот, кто удачно придумал игру «Форт Боярд», столкнулся со множеством трудностей, но старательно продвигал своё детище. Игру то закрывали из-за снижения рейтингов, то возобновляли съёмки. Игра простая, но увлекательная команда. Преодолев несколько испытаний, собрав как можно большее число фишек, получает право войти в сокровищницу. В 2017 году игра современилась, в ней появились интерактивные задания, а вот персонажи, помимо ведущего, остаются неизменными. Загадывающие загадки старец Фура, маг-судья, укротительница тигров Филиндра, леди Бу, помощники ведущего по Спарту и по Стэмс. Тигров, охраняющих сокровищницу, привозят в крепость специально для игры из парижского зоопарка Пьюи-де-Фу. Киношников «Старинная крепость» тоже вдохновляет. В 1967 году вышел фильм «Искатели приключений» режиссёра Робера Энрико. В форте происходит главная боевая сцена, снимали её три недели, а в конце понадобилась эвакуация съёмочной команды из-за шторма. В 1980 году форт появился в программе «Месье Делевеля. Охота на сокровища» в одном из серий «Искатели, находящиеся в крепости, артефакт». Вдохновлённые шоу-программисты создали одноимённую компьютерную игру. В сам форт посторонний человек не попадёт. Это закрытое строение. Организуются только морские экскурсии. Купить поездку можно на любом причале приморского города. Продолжение следует...